Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Как только житель говорит, что в доме плохая горячая вода или низкая температура отопления, представитель управляющей компании обязан, будет, обязательно дать свой комментарий. Что нужно, чтобы подготовиться к осенне-зимнему сезону и другие вопросы, обсудили на форуме «Управдом». Форты в летний период выполняются согласно требованиям ГУСТ Московской области. Как проходит благоустройство придомовых территорий в округе, узнаете в выпуске. Мы сегодня приехали из городского округа Химки. Нам очень интересная экологическая тема, поэтому постараемся поучаствовать во всех-всех мастер-классах. В Люберцах прошел первый музыкальный эко-фестиваль. Все самое интересное с места событий смотрите в сюжете. Вода холодная, у берегов плыть трудно. Там подальше уже полегче. На Кореневском карьере стартовала летняя серия заплывов с Мим Кап Оупен Вотер. А теперь подробнее об этих и других новостях. Новая рабочая неделя началась с оперативного совещания в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомства считались главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в материале моих коллег. На минувшей неделе в Люберецкую полицию поступило 2150 обращений от граждан. По ним возбуждено 16 уголовных дел. Стражам порядка удалось раскрыть по горячим следам 12 преступлений, в том числе связанных с дистанционным мошенничеством. Прошу наше население все-таки прислушиваться. Мы с управляющими компаниями уже неоднократно обходим по всем нашим жителям. Проводим брифинги для того, чтобы еще раз рассказать, что такое существует дистанционное мошенничество. То есть еще раз, если вдруг будут поступать звонки, приходите или звоните 02 или 112, вас проконсультируют. 57 выездов по сигналу тревоги совершили сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. В шести случаях пришлось бороться с огнем. Один пожар произошел в Котельниках, пять в городском округе Люберцы. Есть пострадавшие. 4 июня в 18 часов 27 минут в стамильный микроэнтный фабрик и дом 28. В данном доме в одной из квартир обгорели личные вещи в кладовке, трехкомнатной квартире на 11 этаже на площади 1 метр квадратный. Гражданин 79 года рождения отправлен в Люберецкую больницу с термическими ожогами. Система ЖКХ работала без перебоя. Бой на аварийных отключений, на сетях электровода и газоснабжения не было. В штатном режиме продолжается капитальный ремонт МКД. В этом году в программу вошло 135 домов. На 25 объектах работа завершена. В работе 46 домов. Таким категориям, как ремонт фасадов, балконов, кровель, замена удаля домовых инженерных систем, ремонт отмостки. И сюда также входит замена лифтового оборудования. В ежедневном режиме продолжается благоустройство придомовых территорий и общественных пространств. С 30 мая по 5 июня выведено более 600 кубометров мусора. Такую же работу проводят на муниципальных и региональных дорогах, а также в парках городского округа Люберцы. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Руководители управляющих компаний, представители Люберецкой администрации, госжилинспекции, Мособл ЕРЦ и жители в округе собрал муниципальный форум «Управдом». На нем обсудили подготовку жилого фонда к осенне-зимнему сезону, годовую корректировку платы за отопление, создание общедомовых чатов и другие вопросы. На заседании побывала и наша съемочная группа. Этот форум проходит в Люберцах с 2015 года. Здесь поднимают вопросы жилищно-коммунального хозяйства и обсуждают темы, с которыми сталкиваются организации сферы ЖКХ. На особом контроле деятельность компаний, обслуживающих многоквартирные дома. У нас управляющие компании, которые так или иначе относились недобросовестно к жилому фонду, от многих избавились. Ну а жизнь так устроена, что кто хочет этой жизнью устоять, он просто обязан, напрячен, вписывается в требования современные сегодняшние. На территорию округа 30 управляющих компаний. Они обслуживают 2174 многоквартирных дома. Плановое отключение горячего водоснабжения в них проводят, согласно графику, на срок от 10 до 14 дней. Один из вопросов, который тоже волнует жителей – перерасчет за отопление. Его производят на основании показаний общедомовых приборов учета. Корректировка размера платы может быть как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Сумма корректирующих начислений, два начислений по услуге отопления будет отражена в платежном документе равными долями. В этом году сумма доплаты по отоплению за 2021 год будет определяться равными платежами в течение 12 месяцев. Для уточнения суммы жители могут обратиться в офис Мособл ЕРЦ. Еще одна тема – взаимодействие с управляющими компаниями. Для оперативного решения вопросов в общедомовые чаты предлагают добавить представителей обслуживающей организации. То есть, как только житель говорит, что в доме плохая горячая вода или низкая температура отопления, представитель управляющей компании обязан будет обязательно дать свой комментарий. Вот сотрудник управляющей компании будет находиться в каждом таком чате и всем жителям давать свои разъяснения по тем или иным вопросам. В форме обсудили реализацию региональной программы по капитальному ремонту МКД, работу системы автоматического контроля за газованностью в квартирах и другие вопросы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт МКД. В перечне работ – замена лифтов, реставрация фасадов и инженерных систем. Также в этом году благодаря региональной программе в 79 домах заменят кровлю. На одной из ремонтируемых крыш побывал наш корреспондент. Дом 11-я на Комсомольском проспекте построен в 1992 году. За три десятилетия кровля жилого здания пришла в негодность. Жители жаловались на многочисленные протечки. В этом году 17-этажная высотка попала в план капитального ремонта. И вот на крыше дома уже наложили первый слой мягкой рулонной кровли. Старая кровля была демонтирована полностью до основания. Затем была сделана разуклонка. Были опасения, что кровля может протечь. Но сейчас уже не боимся. Сейчас она уже закрыта первым слоем. И в ближайшее время будем заканчивать. Ну, всё идёт по графику у нас. Завершить работу планируют к концу этого месяца. Воспрепятствовать процессу может только плохая погода. При правильной эксплуатации новая кровля прослужит верой и правдой 15 лет. Мы, в первую очередь, обращаем внимание на кровлю, на фундаменты, на балконы, на лифты. Мы планово эти вопросы решаем. У меня нет сегодня никаких сомнений, что эти работы будут выполнены в сроки качественно. В этом году в городском округе Люберцы намечена большая работа по капитальному ремонту МКД. В региональную программу вошло 135 домов. На большинстве объектов отреставрируют кровли и фасады. Генеральным подрядчиком назначена управляющая компания ЛГЖТ. Луиза Игия Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Также в округе продолжают ремонтировать автомобильные дороги. По обращениям жителей новый асфальт укладывают на подъездах к СНТ. Ход дорожных работ проинспектировал глава округа. Протяжённость подъездной дороги к садовым некоммерческим товариществам «Берёзка» и «Долина» – почти полтора километра. Ежедневно ею пользуются более 500 жителей Красково. Ямы на проезжей части латали, а вот капитально не ремонтировали давно. На протяжении последних лет ко мне были постоянные обращения по ремонту этой дороги. Подъезды к СНТ в силу того, что не всегда хватает денег, как-то всегда оставляли, как говорят, на потом. В этом году такое решение принято. Новое асфальтовое покрытие в этом году получит ещё несколько садовых товариществ. Ремонтные работы начинают с наиболее населённых СНТ. У нас 124 участка, где-то 300 человек у нас живёт. Естественно, с детьми все постоянно ездят. Вот теперь нам ещё освещение. Но это уже будем дальше разговаривать с администрацией. Границы есть, дороги теперь куда ездить, ставить освещение. В округе планируют отремонтировать 28 автомобильных дорог, 10 подъездов к СНТ и 6 тротуаров. Работы завершат к сентябрю. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Лето, пора отпусков и длинных каникул. А для коммунальных служб и управляющих компаний сезон непрерывной работы по наведению порядка во дворах. Содержание благоустройства придомовых территорий – вопрос, который власти городского округа Люберцы держат под особым контролем. Одна из последних инспекций прошла в посёлке Красково. Сегодня во дворе на улице Федянина много техники и рабочих. Автовышки помогают избавлять деревья от сухих и надвисающих веток. Тракторы проводят влажную уборку на тротуарах и проезжих частях. А дворники тем временем подкрашивают декоративные ограждения. Так выглядит летнее содержание придомовой территории. Работы в летний период выполняются согласно требованиям ГУСТ Московской области. У нас в штате на сегодняшний момент 160 человек, сотрудников благоустройства по всем поселениям, по трём. Это Томильный, Октябрьский, Красков, которые занимаются данными видами работы. Но просто поддержания чистоты и порядка на этой территории недостаточно. В этом году, благодаря голосованию жителей на портале Добродел, двор попал в программу комплексного благоустройства. Здесь появится новая детская площадка с безопасным резиновым покрытием и игровыми спортивными элементами. Мы сегодня повсеместно ведём подобные работы, наводим порядок. Если где-то жители видят, что что-то не так, либо не совсем нравится, нужно обращаться к социальной сети, ко мне, чтобы мы своевременно могли принять определённое решение. По сравнению с другими муниципалитетами Московской области, у Люберец наибольшее количество дворов. На балансе округа 687 придомовых территорий. В этом году комплексное благоустройство ждёт 34 объекта. Работы будут проходить всё лето и завершаться к 1 сентября. Луиза Игия Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах дали старт всероссийской эстафете эко-фестивалей «Куча». Идея создания проекта принадлежит Фонду поддержки и развития экологических инициатив «Компас». Участники фестиваля провели массовую уборку территорий и очистили прибрежную часть реки Пихорка. Подробности в сюжете. Первый музыкальный эко-фестиваль «Куча» прошёл накануне Всемирного дня охраны окружающей среды. На главной площадке собрались люди, которым небезразлична эта тема, и которые готовы внести свою лепту в сохранение природы. Сейчас много людей загрязняет, и надо от этого избавляться. Эпицентром масштабного события стал посёлок Красково. Сюда приехали волонтёры и эко-активисты со всего Подмосковья и соседних регионов. Перед стартом работы – разогрев музыкой и полевой кашей. Настроение замечательное, каша очень-очень вкусная. Мы сегодня приехали из городского округа Химки. Нам очень интересная экологическая тема, поэтому постараемся участвовать во всех-всех мастер-классах. Мастер-классы и активности, естественно, связаны с экологией. Но участники фестиваля также могли попробовать свои силы в спортивных состязаниях, играя в эко-баскетбол и эко-футбол. На воротах и на кольцах баскетбольных всегда есть синяя и серая часть. Серая часть символизирует серый бак, куда мы складываем пищевые отходы, неперерабатываемые отходы, предметы личной гигиены. В синий бак, конечно же, мы должны складывать с вами вторсырьё, что и делает большинство жителей Люберец. А на реке Пихорка тем временем уже работают специалисты, представители фонда «Без рек». Так как «Без рук» установили в водоёме специальный буй. С помощью этого прибора можно проверить 8 показателей качества воды. Самый важный параметр – содержание нефтепродуктов и взвешенных веществ. Сейчас очень высокая вода, очень много смывается мусора с берегов. Это не показатель некого среднего значения, но то, что мы видим, это очень плохо. Конечно, это огромное количество взвешенных веществ. Мы измеряли показатели биогенов – это нитратный, нитритный, аммонийный азот, фосфаты. Все идут с превышением ПДК. Именно поэтому одна из акций, которая прошла в рамках фестиваля, стала «Вода России». К ней присоединились волонтёры, представители молодёжных организаций, жители округа. Мы помогаем нашему региону, нашей планете, очищаем берег этой реки от мусора. Его здесь очень много, чтобы он не загрязнял почву, потому что пластик разлагается, как мы знаем, очень долго. Екатерина Басова мечтает видеть родное Подмосковье чистым. Жительница Томилина всегда следит за чистотой своего двора и призывает к этому друзей и соседей. Сегодня вместе с семьёй пришла на уборку береговой линии пехорки. Мне очень хочется, чтобы у нас было чисто в стране, чтобы не только здесь, в этом лесу, но везде люди соблюдали порядок и выбирали за собой. Тогда у нас будет мир и природа, и добро. Жительница Коломны Ирина Павловская участвует во всех экологических акциях, которые проводят в Московской области. Девушка бывала в разных подмосковных городах, теперь приехала в Люберцы. Занимаюсь волонтёрской деятельностью на протяжении двух лет, и мне это безумно нравится. Я хватаюсь за любое мероприятие, чтобы лишь бы помочь природе, людям, миру. Фестиваль прошёл под лозунгом «Куча шагает по стране». Стартовав в Подмосковье, она будет передвигаться по России, очищая территории, вбирая в себя мусор и делая страну чище. Результат первой акции – 717 килограммов собранных отходов. Основные фундаментальные ценности, которые мы с вами несем, это защита, забота, гордость, развитие, защита окружающей среды, забота за братьями нашими меньшими и, конечно, гордость за всё то, что вы делаете. В Люберце непростая территория, непростая экология. Мы об этом знаем, мы стремимся экологию улучшать, и у нас это, я думаю, что получается. И в этом плане мы очень рассчитываем, надеемся на наших жителей, на их неравнодушие. Я бы хотела сказать, что давайте все пособьёмся вот в эту самую кучу и покажем, что мы есть, и экология нас волнует, и мы хотим жить на зелёной планете, оставить свой дом для детей. На протяжении всего фестиваля не прекращалась музыка. Всё это время на сцене выступали лучшие творческие коллективы и исполнители. Финальной точкой музыкального субботника стал концерт группы «Ума Турман». Давай с тобой потанцуем, что ли? Сейчас не время скучать по школе, ты будешь, моя жена, жена, жали, а я буду твоя лента ланг. Камон, камон, камон. Луиза Игиазарян, Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Пётр Пономаренко, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ. Состоялось отчётно-выборное собрание Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы. В администрации округа встретились ведущие экологи-активисты со всего Подмосковья. Они подвели итоги пятилетней работы и поздравили друг друга с профессиональным праздником. Тему продолжит Луиза Игиазарян. Московское областное отделение Всероссийского общества охраны природы было создано в 1924 году. Уже почти век организация стоит на страже окружающей среды. Сегодня она объединяет более тысячи специалистов в разных округах Подмосковья. Их задача – сохранить и приумножить зелёный фонд региона, защитить от загрязнения водоёмы и почвы, контролировать количество вредных веществ, выпрасываемых в атмосферу. В последние годы, я оценю, в последние десятилетия наука двигается вперёд и ставятся всевозможные чистые сооружения, улавливатели. И поэтому это всё происходит благодаря вашему труду, потому что мы все хотим жить в комфортной, чистой среде. С 2014 года подмосковное отделение Всероссийского общества охраны природы возглавляет Яков Бакунев. На отчётном выборном собрании его повторно избрали председателем на ближайшие пять лет. Решение принято единогласно. Проблем очень много, и в том числе размещение отходов. Поэтому наша задача – все уголки Московской области охватить нашим влиянием. И самое важное – возродить общественный контроль в том виде, в котором он должен быть. Мы договорились о проведении через месяц конференции по общественному контролю. Отчётно-выборное собрание совпало с празднованием Всемирного дня защиты окружающей среды. По этому поводу лучшим представителям экологической общественности вручили награды и памятные подарки. Луиза Эгия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Более 20 лет международная корпорация «Асептика» производит санитарно-гигиенические средства, косметику для ухода с залежащими больными и медицинские расходные материалы. С первого дня спецоперации на Украине компания оказывает гуманитарную помощь российским военнослужащим и жителям Донбасса. Это единственная в Московской области компания по производству спиртовых салфеток, кровоостанавливающих сорбентов и косметики для ухода за залежащими больными. Продукцию заказывают больницы, поликлиники и реабилитационные центры. Теперь её поставляют и как гуманитарную помощь на Донбасс. Наибольшим спросом пользуется спиртовая салфетка. «Чем она хороша? Она у нас идёт практически на все случаи жизни, потому что имеет достаточно большую площадь поверхности, и её можно применять как для обработки рук, так и для обработки оптики, техники. Можно протереть стол, можно обработать рану в полевых условиях». Когда началась спецоперация на Украине, Ольга Пелехатая сразу приняла решение – людям нужно помогать. Сегодня на предприятии сформирован очередной гуманитарный груз, который отправят по месту назначения. «Санитарно-гигиеническую продукцию мы поставляем как для беженцев и взрослых, и детей. Участникам военной операции мы либо непосредственно в воинские части, либо приезжают к нам ребята, и мы передаём. Вот этот груз, он поедет уже непосредственно на фронт для ребят». Сегодня на предприятии разрабатывают новые средства для лечения ран. Заказы на продукцию уже поступают. Для реализации задуманных планов, ресурсов и оборудования хватает. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В клубе «Активное долголетие» проходят занятия по вязанию. Жительницы городского округа Люберцы не только учатся этому мастерству, но и активно участвуют в благотворительных проектах. Изделия, созданные своими руками, члены клуба передают больным детям, а также военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Какие еще подарки они передают защитникам Донбасса, расскажет наш корреспондент. «Ждем вашего возвращения с любовью к вам, ваши родные души. Город Люберцы, Сидорова Мария, Московская область». Письмо солдату Мария Сидорова бережно складывает в треугольник. Послание на фронт жительница Люберец прячет вот в этих связанных ею носках. Теплый душевный презент скоро отправят тем, кто сейчас вдали от дома. Защищает отечество на передовой. «Так как я мама троих сыновей, и одного сына, один сын перешел в иной мир, поэтому у меня сердце разрывается. Будем за них молиться, чтобы они пришли и вернулись домой. И чтобы в мире нашем был мир, любовь, покой, спокойствие и радость». Заниматься благими делами участницам клуба «Активное долголетие» не впервой. С сентября прошлого года они вяжут пледы и шапочки для недоношенных младенцев и для детей, страдающих онкологией. География добрых посылок расширилась. Теперь такие подарки получают и малыши Донбасса. «Мы вяжем это с добрым сердцем, с душой, теплыми руками, потому что мы все бабушки». Идея вязать вещи для защитников и детей Донбасса принадлежит Люберецкому отделению Союза женщин России. Проект поддержала фабрика «Пихорский текстиль». Безвозмездно предоставляет пряжу. «Мы между собой всегда там говорим, что в союзе женщин сила и пихорка, которая нас связала. Потому что очень много проектов, которые реализуются, и мы благодарны нашим долголетам, которые это активно в этом принимают». Ветеран Великой Отечественной войны Александра Петровна Клёнова занимается рукоделием. Всю жизнь до военной спецоперации на Украине создавала коврики для бездомных животных. Сейчас вяжет носки для фронта. «Жалко солдатиков, воюют там они за нас. А вязать я люблю, пока вот есть у меня зрение, здоровье». С начала спецопераций жительницы городского округа Люберцы связали более 400 парносков и тысячи детских комплектов. Делать добрые дела никогда не поздно. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В городском округе Люберцы проживают более 70 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Каждая встреча с ними – живое прикосновение к истории страны. В гостях у одного из свидетелей фронтовых лет побывали мои коллеги. Каждое утро Иван Мишиненков начинает зарядки. 30 отжиманий и столько же приседаний. Когда стоит хорошая погода, упражнение выполняет на уличных тренажёрах. Для местных мальчишек Иван Михайлович – пример для подражания. «Мы с дороги ходим, а молодёжи надо бегать, ходить тоже, учиться, своё здоровье держать в норме. Вот такой вот быть». Сегодня в доме ветерана день особенный. Младшая дочь Татьяна помогает надеть парадный пиджак. Повод есть. Отцу исполняется 98 лет. Ближе к обеду за столом соберётся вся семья. «Вы у нас боевой товарищ. Это я вам для начала такой…» «Есть не ваше время. А что, я же приезжаю в выходной день». Поздравить ветерана пришёл голова округа. Иван Михайлович пригласил Владимира Ружицкого на день рождения месяц назад, когда тот поздравлял его с Днём Победы. За чашкой чая с домашним пирогом разговаривали о семье и ценностях жизни. Вспомнил ветеран и о том, как попал на фронт. «Призвали в 42-м. Я был в Рязани, Дашки 2. Там нас выучили. Хотели на самолёт мне, а я был трактористом. Потом попал в автошколу. Там за два месяца мне выучили». Листая альбом, военный шофёр Иван Мишиненков показывает старые фотографии. Вспоминает, как освобождал Белоруссию и Польшу. А в мае 45-го в Берлине оставил подпись на Рейхстаге. «Хто кровью, кто чем. Ну я крутился, крутился. Чем же считаться? Ну нашёл кусочек кирпича красного. Небольшого росточка, ну там кофе как-то поднялся. Поднялся, нашёл место, расписался». В мирное время Иван Михайлович работал водителем в Министерстве обороны промышленности СССР. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Глава округа Владимир Ружицкий поздравил сотрудников Управления социальной защиты населения с профессиональным праздником. В этом году социальной работе в России исполнилось 30 лет. А честно не людей, благородные миссии наш следующий сюжет. «Я ни разу не видел, слава богу, ни одной из жалобы на работников соцзащиты. Я их не помню, у меня них не было. Значит, это говорит о том, что вы находите слова правильные. Но я искренне хочу вам пожелать, чтобы вот ваша работа никак не сказывалась на вашем самочувствии, на вашем здоровье, на вашем психоэмоциональном состоянии». В системе социальной защиты населения городского округа Люберцы работает 340 специалистов. Они оказывают услуги тем гражданам, кто нуждается в постоянной или временной государственной помощи. А их на сегодняшний день более 100 тысяч. «И мы до каждого доводим каждую копеечку. Наша задача – все сделать правильно и вовремя. Работа у нас с вами необычная. Мы же с вами и в душе снег, и в холод, и в стужу. И в хорошие времена мы идем на помощь людям. И всегда протягиваем наши руки, наши сердца». Глава городского округа Люберцы поздравил весь коллектив соцзащиты в лице начальника управления Ирины Мартыновой. Затем вручил адресные благодарности и грамоты лучшим сотрудникам. Наталья Стрекалова в социальной сфере уже 27 лет. Сегодня она удостойна медали за доблестный труд. «В моей трудовой книжке всего лишь навсего две записи. Одна – это была другая республика по месту службы мужа. И когда мы переехали служить в Московскую область, то, собственно говоря, я устроилась в социалку. И по сей день я нахожусь здесь, в нашей любимой, в моей любимой социальной сфере». На сегодняшний день на территории округа работает три учреждения соцзащиты. Одному из них – Комплексному центру социального обслуживания и реабилитации населения – 18 июня исполнится 20 лет. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В преддверии Всемирного дня донора на Люберецкой станции переливания крови организовали необычную встречу. Встретились доноры и пациент, которому они спасли жизнь. Сегодня здесь говорят спасибо людям, которые сдавали донорскую кровь специально для Владимира и Жендеева. В апреле прошлого года мужчина получил на работе серьёзную травму. «Я работал на складе. Во время выгрузки машины я попал случайно под погрузчик, под колёса. А он переехал обе ноги. Очнулся в реанимации. Говорили, что кровь много потерял». На месте происшествия и во время операции Владимир Михайлович потерял много крови. Врачи не давали никаких прогнозов. «Учитывая характер травмы, при большой кровопотере любые медицинские вмешательства не будут иметь эффекта. Без своевременного восстановления объёма циркулирующей крови спасти таких пациентов невозможно». «Пациент был экстренно обследован и в экстренном порядке взят в операционную, где выполнено оперативное лечение. Устранены вывихи, стабилизированы переломами аппарата наружной фиксации. В последующем пациент был переведён в отделение реанимации, где многократно проводилась гемотрансфузия, переливалась кровь, рецитарная масса, плазма. Было много сложностей, но на фоне проведённого лечения нам удалось сохранить ему нижние конечности». В общей сложности Владимиру Ижиндееву перелили полтора литра крови и 900 миллилитров плазмы. В преддверии Всемирного дня донора он приехал на станцию переливания крови, чтобы поблагодарить. «Донорам, конечно, большое спасибо. И лечащему врачу за операцию, за уход, за такое время я там лежал». В Люберецкой больнице он провёл четыре месяца. Александр Кузовлев был одним из тех, чью кровь переливали Владимиру Михайловичу. В выездных донорских акциях молодой человек участвует с армией. Сегодня он снова в процедурном кабинете. Это его 39-я кроводача. «Поначалу, когда первый раз, да, там, и голова не кружилась, сейчас, ну, сдал и пошёл. Слава Богу, то, что моя кровь кому-то помогает, и чтобы люди были здоровы, не болели и не кашляли, как говорится». Чтобы стать почётным донором, нужно 40 раз сдать цельную кровь или 60 раз плазму. Донором может стать любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации, у которого нет инфекционных заболеваний. «Мы очень рады, что у нас есть такие люди, которые помогают другим людям. Если вы приходите и точно для себя знаете, что вы кому-то хотите помочь, вы приходите с паспортом, и больше ничего не нужно». В городском округе Люберцы проживают 83 почётных донора СССР и 901 почётный донор России. В ближайшее время их ряды пополнит ещё 6 люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберецкая областная больница пополняется новыми кадрами. Учреждения здравоохранения проводят большую работу по привлечению медработников. В стационарах и поликлиниках округа активно трудоустраиваются молодые специалисты. В отделении челюстно-лицевой хирургии сразу два новых сотрудника. С ними познакомилась Луиза Егия-Зарян. «Ваши анализы мы сейчас посмотрим и будем к вас к операции готовить. Завтра у нас планируется с вами операция. Прекрасно, я рада. Температура есть ещё? Температура вообще спала. Начал хорошо как будто. И спать начал нормально. Горло болит?» Они доказали свой профессионализм и право работать в этой команде. Во время стажировки врачей в отделении челюстно-лицевой хирургии коллегиальным решением было принято оставить Заурбека Картоева и Виарику Трофим. Молодые и перспективные врачи практически сразу заслужили доверие коллег. «Подобрать сотрудников, которые будут удовлетворять требованиям не только отделению, но ещё соответствовал, так скажем, своему рангу, как врача, это достаточно сложно. Потому что выпускается в нынешнем реале очень много врачей, я не отрицаю в этом плане. Но пройти естественный отбор, который мы делали для врачей, прошли, так скажем, самые успешные». До работы в Люберцах Виарика Трофим трудилась в клинических больницах в Благовещенске и Нижнем Новгороде. Заурбек Картоев свой профессиональный путь начал в Филатовской больнице. В настоящее время учится в аспиранторе Московского государственного медико-стоматологического университета. «Общий стаж молодых хирургов по два года. Оба мечтали носить белый халат с детства». «Я вообще всегда знал и был уверен, что буду врачом. Да и даже никогда не рассматривал другие специальности, никогда себя не видел в другой какой-то сфере. Меня всегда привлекала хирургия. Специфика работы мне очень нравится. Это лицо, эстетика, красота. Хочется помогать людям». «Родители покупали игрушки, специальные шприцы и так далее. Вот игрушечные все эти принадлежности. И, естественно, меня это все завлекло еще с детского садика. Я загорелась стать врачом, помогать людям. Еще в студенчестве в Мурской области я подрабатывала медсестрой в отделении как раз челюстно-лицевой хирургии. И там наш заведующий, наши медицинские сестры, врачи, коллеги все меня многому чему научили. И мне очень стало интересно. Поэтому я продолжила путь в челюстно-лицевой хирургии». Блок челюстно-лицевой хирургии был создан на базе Люберецкой областной больницы в феврале 2017 года. В Московской области подобных стационарных отделений всего четыре. Здесь проводят различные виды хирургических вмешательств. В будущем планируются в том числе и пластические. Летние каникулы могут быть не только веселыми, но и умными. Во флагманских школах Подмосковья стартовал новый проект. В летний период дети продолжают ходить в школу, но образовательный процесс проходит в необычном интересном формате. Программу «Умные каникулы» реализуют в 40 школах региона. В их числе и Люберецкая гимназия номер 16. Последний звонок прозвучал, и учебный год официально объявлен закрытым. Но в кабинетах 16-й гимназии кипит бурная деятельность. В инженерно-технологической лаборатории ученики старших классов изготавливают детали для своих проектов. Но это не классная и не практическая работа, за которую поставят оценку. Для ребят это увлечение и возможность реализовать свои идеи. Здесь дети абсолютно расслаблены и занимаются любимым делом. А мы представляем им здесь просто возможности к этому и помогаем им достичь тех результатов, которые они хотят достичь. Занятия проходят и на открытом воздухе. Во дворе гимназии сразу несколько активностей. Ученики 5-го ВЭК, к примеру, изготавливают флюкер для определения направлений и скорости ветра. Справиться с задачей помогает учитель географии. Что сидеть дома? Ведь здесь мы и гуляем, и получаем новую информацию, общаемся с друзьями. Мы занимаемся не так, как мы занимаемся в школе. То есть просто сидим, что-то записываем, изучаем. Мы это все делаем чаще всего в игровой форме и получаем новые знания, новую информацию. Мне все очень нравится. У нас направление практикоориентированное. То есть без учебников, без рабочих тетрадей. То есть мы стараемся в различного рода приборы, в горные породы, с помощью рисунков, измерений каких-либо. Здесь уже, конечно, мы приобщаем и химию, биологию. В программе принимают участие все, кроме выпускников и первоклассников. Ученики распределены по группам в зависимости от интересов и уровня подготовки. Всего в проекте «Умные каникулы» задействовано более 1200 воспитанников в гимназии. Мы работали над составлением программ рабочих и планировали эту деятельность с марта месяца. Это длительная такая подготовка, но сегодня она дает свой результат только потому, что профессионально все учителя и педагоги подошли к этой деятельности. Зерно посеяли заинтересованности к предмету, независимо от возраста. Проект «Умные каникулы» пилотный. Он проходит в Подмосковье впервые только в тех школах, которые имеют статус флагманской. Продлится такая развлекательно-образовательная программа до 23 июня. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел открытый окружной фестиваль молодежи «Талант, энергия, возможность». Это мероприятие проходит в городском округе каждый год по инициативе молодежного клуба. Нынешний фестиваль стал юбилейным, десятым по счету. В этот день парк «Наташинские пруды» не просто место для прогулок, а большая развлекательная зона. На мастер-классах можно научиться собирать и разбирать оружие, рисовать граффити, делать своими руками сувениры, а также посмотреть, как мастера парикмахерского искусства создают настоящие шедевры. «Это работы, полностью сделанные учащимися. Пассажирное искусство – это полностью работы, изготовленные из искусственных и натуральных волос. С добавлением искусственных прядей мы делаем изделие, отстраиваем его в прическу, и девочки выступают на международных конкурсах, муниципальных конкурсах». Молодежь городского округа показывает свои таланты на различных площадках. Концертная программа тоже на их плечах. На главной сцене парка выступают артисты разных возрастов – от учащихся младших классов до подростков и студентов. «Окружной молодежный фестиваль – словно отчетный концерт талантов городского округа Люберцы. На этот раз, в свой юбилей, он собрал около 350 участников». Фестиваль детства собрал самых маленьких жителей Люберец, парад колясок, анимационная программа, мастер-классы и спортивные эстафеты. Как прошел праздник, расскажут мои коллеги. «Я желаю всем хорошей погоды в доме, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, чтобы радовали родителей, и чтобы наш городской округ всегда развивался и всегда был таким солнечным, дружелюбным и праздничным». Ксюша Никиенко четыре с половиной года. Недавно она заняла призовое место на соревнованиях по художественной гимнастике, а сегодня показала отличные результаты в заезде на самокатах. «Не боялось в самокате ехать. Люди боятся веселяться. Хочу я еще здесь пить». Екатерина Тхорик узнала о фестивале за несколько дней до его открытия. Над образом и праздничными костюмами думали всей семьей. Последние штрихи внесли дочка Саша и сын Максим. «Такие яркие впечатления и немного волнительно, так как в первый раз. Но я понимала, что мы идем не ради победы, а вот просто для эмоций. Я очень многое стараюсь именно для детей». С каждым годом к фестивалю присоединяются все больше семей. С чего все начиналось шесть лет назад, вспоминает руководитель общественной организации «Мама офлайн» Елена Гайфулина. «Мы подсмотрели его в одном замечательном городе в Москве, в парке Горького, и подумали, почему у нас в Люберцах такого нет. Создана моя большая команда и потрясающих мамочек, которые каждый день на протяжении последних полутора месяцев готовились к этому празднику». Фестиваль детства проходит в Люберцах шестой раз. В этом году в нем приняли участие более двухсот малышей. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В картиной галереи состоялась творческая встреча с актером Московского академического театра имени Маяковского Константином Константиновым. Почетный деятель искусства рассказал о себе, ответил на вопросы гостей, а также исполнил для них литературную композицию. На встрече с актером побывали и мы. Творческая встреча посвящена дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. По этому случаю известный актер исполнил литературную композицию к роману в стихах Евгения Онегин. У Константина Константинова роль автора. «Судьба Евгения хранила. Сперва мадам за ним ходила, потом месье ее сменил. Ребенок был резов, но мил». С творчеством великого русского поэта, актера Московского академического театра имени Маяковского связывает многое. При поступлении в ГИТИС Константин читал отрывок из повести Пушкина «Метель». «Евгения Онегина мы и в театре ставили, я играл Ленского. И здесь как-то я, видимо, дошел, и мне хочется именно это русское слово, именно вот этот стих. Почему я его не читаю наизусть, хотя мы знаем. Я читаю с листа, потому что этот слог, этот стих, он должен быть четкий, пушкинский». Это уже второй визит Константина Константинова в городской округ Люберцы. У любителей творчества талантливого актера была возможность узнать его ближе. В программе встречи также участвовал актер, член Союза деятелей музыки, кино и телевидения Александр Крючков. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В преддверии Дня России областное правительство при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» организовало масштабный марафон скандинавской ходьбы. На спортивных состязаниях, которые прошли в Центральном парке Люберец, побывала и наша съемочная группа. Татьяна Понятова с детства играет в настольный теннис. Два года назад пришла в клуб «Активное долголетие». Здесь увлеклась северной ходьбой. Лучше себя чувствуешь, меньше болячек, меньше болеем. Ну и вообще общение с людьми, с новой знакомства. Чем больше людей хороших, тем как-то легче жить на земле. Участников марафона поприветствовали депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско и глава округа Владимир Ружицкий. Я вам скажу, активный человек, он активен во всем. И в спорте, и в общественной жизни, и в неравнодушии. Я вам благодарен, что вы нам очень часто подсказываете, где-то и учите, за что вам спасибо. В этот хороший летний день я всем хотел бы пожелать хорошего настроения, здоровья, занимайтесь спортом, укрепляйте здоровье. Небольшая разминка перед стартом и пожелания друг другу удачи. До начала одна минута. На старт! Внимание! Марафонцам предстоит преодолеть дистанцию в 3 километра. Мария Рожкова – самая старшая участница. На финише 86-летняя Люберчанка оказалась одной из первых. Это очень важное, очень нужное мероприятие. Оно помогает укрепить здоровье, восстановить здоровье, чувствовать себя полноценным. Поэтому большое спасибо всем, кто связан с организацией этого активного долголетия. Когда я только начинала, это для меня была нагрузка почти невыносимая. Теперь я могу в один и тот же день посетить и бассейн, и вот сегодня участвовать. Марафон скандинавской ходьбы прошел однопременно в 48 парках Московской области. В Люберцах в нем приняли участие 200 человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Летние заплывы серии Swim Cup Open Water 2022 официально открыты. В этот раз местом старта выбран Кореневский карьер. О том, что привлекает спортсменов в этом виде спорта, смотрите далее. Подготовка к заплыву. Спортсмены надевают специальные гидрогостюмы и шапочки для плавания. Обязательно привязывают бой. Он необходим для обеспечения безопасности. Несколько секунд до старта. Пловцы преодолевают дистанции в километр, два или три, в зависимости от физической подготовки и возраста. Андрею Соколову 14. Сегодня он преодолел тысячу метров за 14 минут 40 секунд. Занял второе место с отрывом от победителя всего на 2 секунды. В этих соревнованиях первый год я, ну, каждый год в разных соревнованиях участвую. Вода холодная, у берегов плыть трудно. Там подальше уже полегче. Вода 18,5 градусов. Во входе организаторы и считают такую температуру комфортной для плавания. Особенно для новичков холодновато. Но именно с этого начинается преодоление. Для того, чтобы проверить свои силы. Для многих это вызов. Самому себе проплыть, доплыть. Получить удовольствие от общения с такими же единомышленниками и людьми, которые любят спорт, плавание и здоровый образ жизни. Такие заплывы будут проходить до самой осени. Любители и профессионалов от 14 до 65 лет ждут еще 15 городов России. А 8 октября состоится финал Swim Cup Open Water серии 2022 года в Сочи. Луиза Игия Зарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Не совсем привычная обстановка для поединков самбо. Спортсмены выходят на песчаный ковер. Официальным разделом этот вид борьбы стал недавно, но уже обрел поклонников. Подробнее о пляжных боях в нашем следующем сюжете. Борцы выступают босиком. В остальном экипировка такая же. Этот зрелищный, но имеющий свои особенности вид спорта набирает популярность. Песок дополнительные сложности, конечно, создает. Во-первых, после падения в песок уже тяжело продолжить борьбу, поэтому борьба ведется здесь до броска. Второй момент – все-таки вязкость покрытия, она влияет на движение. И получается, борьба более такая, более силовая, более упорная. Иван Захаров в самбо уже 14 лет. Прошел через множество соревнований и чемпионатов, поражений и побед. Признается, на песке бороться сложно даже ему. Мастеру спорта России. Если мы, например, самбисты, тюдоисты, где мы можем попрыгать, здесь такого уже не будет. Если уже проваливаешься. Функционалка, то есть совсем другое все. Как, например, если принять бокс, если на самбисты пойти в бокс, то же самое будет тяжело. Пляжные самбо проводятся только в положении стоя. Победа присуждается после броска, когда противник падает на любую часть тела, кроме ног. В чемпионате Московской области в этот раз приняли участие 52 спортсмена в восьми весовых категориях. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах празднуют День России. Так, в Наташинском парке развернулась большая развлекательная программа. Концерты, спортивные эстафеты, состязания, мастер-классы. Владимир Ружицкий официально открыл праздничные мероприятия и поздравил горожан. Наши корреспонденты окунулись в гущу праздничных событий и готовы поделиться своими впечатлениями. Особенную торжественную атмосферу придают сувениры с российской символикой. По традиции, сегодня главный аксессуар – ленточка с триколором. Ее можно получить сразу при входе в парк. Каждый год у волонтеров городского округа Люберца этот день начинается именно так. Молодые люди делятся патриотическим настроением со всеми, кто присоединился к массовому празднованию. На этот раз приготовили более 500 ленточек. Их разобрали за несколько минут. Для меня Россия – это в первую очередь родина, в которой я вырос, в которой я живу, в которой я буду жить. Символ России, цвета нашего флага. Поэтому очень дорого, конечно, мы патриоты России. Главные украшения есть, теперь можно идти к сцене. Там уже выступают творческие коллективы городского округа Люберцы. Официальная часть концерта началась с главной песни страны. У нас сегодня замечательный праздник. По сути, день рождения нашей большой страны под названием Россия. Мы этот праздник отмечаем с вами, по сути, юбилейный, 30-й раз уже в Новой России. Но 30 лет – это праздник современной России. Но Россия насчитывает тысячелетнюю историю. Историю славную, которой мы можем гордиться. Одна из традиций этого праздника – торжественно вручать паспорта юным гражданам страны. Новый статус и первый взрослый документ получили 10 подростков. Еще 10 детей официально вступили в ряды волонтеров. Знаковым этот день стал и для Дениса и Екатерины Федорущенко. Молодая пара решила узаконить свои отношения именно 12 июня. И по доброй свадебной традиции Екатерина готова передать эстафету молодым девушкам. И просить свой букет вам. Я очень счастлива, но, конечно, еще рановато, но уже, в принципе, можно. Гол! 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 Мы выбираем гонку! Гол! 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 Россия чемпионка! Россия чемпионка! Молодой праздник с большой историей. 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР. С этого документа начался отчет новой истории России. Сегодня этот праздник приобретает все более патриотические черты и становится символом национального единства. Луиса Игнацаря, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин